Аэропорт Курумыч ежедневно через терминалы прилета и вылета проходят около 3000 человек. Это около 40 междугородних и международных рейсов. Большой пассажиропоток диктует строгие правила, прежде всего для стражей правопорядка. Борьба с терроризмом и любыми какими-то действиями, которые могут повлиять на спокойную деятельность гражданской авиации, это общее дело. Поэтому взаимодействие должно быть отработано до автоматизма. Естественно, все службы, каждый должен знать свои задачи и сообща их отрабатывать как можно чаще. Чтобы не мешать работе аэропорта, учения проходят на территории старого терминала. В одном из зданий, по легенде, террористы захватили заложников и заминировали помещение. Здание оцеплено, снайперы занимают позиции. Далее в дело вступает штурмовая группа. Секундная затишь и отвлекающий маневр и злоумышленников кладут на пол, затем одного за другим их выводят на улицу. Казалось бы, все позади, но тут новая вводная другая группа террористов захватила самолет на взлетно-посадочной полосе. Как раз сейчас на поле бойцы спецподразделений готовятся к штурму самолета. Сам захват снимать нельзя. Схема тактических действий держится в секрете и известно лишь силовикам. По легенде учений, в захваченном Ту-154 82 заложника – это пассажиры и члены экипажа и шесть террористов. О подробностях захвата силовики не рассказывают. У каждой группы своя тактика. Главное правило – не допустить потерь среди заложников и личного состава. С террористами не церемонятся. Эти тоже оказываются в наручниках. Осталось лишь обезвредить взрывчатку, которая осталась в здании. Ее обнаружили. Дальше дело робота-сапера. В тактико-специальных учениях участие приняли представители всех силовых структур. Позже итоги операции обсудили на заседании оперативного штаба. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События.